Добрый день, дорогие близнецы! Наконец-то мы с вами дождались первый месяц весны. Но в первом весеннем месяце первая планета также начинает свое ретроградное движение. И это ваш управитель Меркурий, который будет создавать нам задержки, помехи в наших делах. Но хорошая новость в том, что на нашей стороне остаются в директном движении Юпитер и Сатурн. И они, конечно, будут нам всем с вами помогать и в исполнении наших планов. Давайте обо всем по порядку, дорогие близнецы! 1 марта Венера переходит в дружественный знак Водолея. Венера практически весь этот месяц проведет у вас в девятом доме. Девятый дом – это дом философии, дом путешествий. И вот только 26 марта Венера покинет ваш девятый дом и передвинется в десятый дом – дом статуса и карьеры. И, конечно, Венера, дорогие близнецы, принесет вам удачу во все дела девятого дома. Это прекрасное время для того, чтобы отправиться на стажировку куда-то за границу, для того, чтобы начать профессиональное обучение, для того, чтобы искать деловые связи, особенно с заграницей. В это время кто-то из вас может заключить какие-то предварительные договоренности, которые впоследствии могут принести вам очень хорошую прибыль. Также кто-то из вас, дорогие близнецы, в марте может отправиться куда-то путешествовать со своим любимым человеком. И если у вас есть уже любимый человек или семья, то сейчас семейные вопросы все-таки могут стать большой проблемой. И, возможно, вбить клин в отношения с вашим любимым человеком. Вот чтобы этого не произошло в марте, пожалуйста, не устраивайте разборов по теме домашних забот с вашими любимыми. Вообще избегайте критики, избегайте сарказма. Просто будьте счастливы и уделяйте больше внимания и нежности вашим любимым людям. И терпение, и время, дорогие близнецы, сделает все остальное сами. Ну а одинокие близнецы вы можете рассчитывать на романтическое знакомство даже в какой-то, возможно, деловой поездке. В марте для вас как раз возрастает вероятность романтической встречи. Возможно, что и с иностранцем. Если вы одиноки, дорогие близнецы, март вообще идеальное время для того, чтобы завести сейчас новых друзей, для того, чтобы больше флиртовать. Но не стоит рассчитывать на то, что те отношения, которые вы начнете сейчас, они будут отличаться какой-то прочностью или длительностью. Нет, но, скорее всего, это будет просто такой интересный и веселый роман. Если в вашем личном гороскопе есть неблагоприятные аспекты Венеры, то вам следует быть осторожнее, потому что такая романтическая встреча в марте может обернуться для вас, ну, скажем, не только разочарованием, но и потерей денег. И особенно это актуально, когда речь идет о встрече с женщиной-иностранкой. Поэтому будьте внимательны. Солнце. Солнце продолжает находиться в рыбах. А это ваш 10-й дом. Дом статуса, дом карьеры. И вот, начиная с 21 марта, солнце перейдет в ваш 11-й дом. Дом друзей, единомышленников, дом надежд и дом социальных сетей. И вот в плане карьеры для вас в марте наступает один из самых благоприятных периодов. Вы, дорогие близнецы, сейчас можете смело обращаться к вашему начальству и, наконец-то, напомнить ему о себе, о том, что вы, возможно, уже давно ожидаете повышения по службе или хотя бы прибавки к заработной плате. Впрочем, вы сами, дорогие близнецы, сейчас будете более уверены при поддержке Солнца. Вы будете уверены в себе. Вам захочется выделиться, показать себя. Вам захочется признание. В любом случае, в марте ваши профессиональные успехи, они могут стать настолько очевидны абсолютно всем, что на вас обязательно обратят внимание и ваши коллеги, и ваше руководство тоже. Правда, при условии, дорогие близнецы, что вы и сами приложите достаточно усилий для выполнения своих обязанностей и не пустите все на самотек, ожидая, что все устроится само собой. Нет, конечно. Молодые близнецы, вы сейчас можете принять окончательное решение в плане выбора, направления своей будущей деятельности, профессии и даже сделать для этого какие-то первые шаги на этом пути. 5 марта 2019 года ваш Управитель Меркурий разворачивается в обратное движение. И, как я уже говорила, это начинается период задержек в получении информации. Здесь могут быть сбои в работе средств связи и вообще возможны разного рода недоразумения. У меня на канале есть видео, как избежать потерь при ретро-Меркурии. И там есть подробная информация и для вас, дорогие близнецы. Поэтому здесь я не буду вдаваться в подробности, это заняло бы слишком много времени. Если вы хотите, я советую вам перейти и посмотреть. Итак, с 5 по 28 марта ретро-Градный Меркурий будет в соединении с Нептуном в вашем 10 доме, доме карьеры, целей и статусом. Вот позаботьтесь в это время о каких-то проектах, о каких-то делах, которые вы начали уже ранее. Но не торопитесь сейчас браться за новые дела. В это время могут возникать различные проблемы. И в вашей работе могут быть недоразумения. Возможно, что у кого-то будут разногласия с начальством. И от вас потребуются, дорогие близнецы, и терпение, и гибкость. Вот ваши цели, вопросы вашей карьеры или вашей репутации сейчас могут подняться и потребовать вашего внимания и даже пересмотра своей позиции. Решение всех важных вопросов тоже может замедлиться и протекать более сложно с задержками. Поэтому будьте бдительны. У вас здесь Нептун, а Нептун – планета затуманивания. Поэтому будьте бдительны. Возможно, заблуждения. Здесь может быть и мошенничество, и потери какие-то. А также, возможно, в это время связь с какими-то ненадежными, нечестными людьми. Ну и, конечно же, возможны проблемы в работе, если вы допустили ранее какие-то ошибки. Или, например, из-за своей необязательности или недостаточной компетенции. Обязательно воздержитесь в это время от сомнительных знакомств. И будьте осторожны с новыми людьми, особенно это касается периода с 20 марта до 6 апреля. Во всех делах в бизнесе ваши планы сейчас могут меняться, сроки смещаться. Из-за независимых от вас причин вас просто сейчас могут подводить партнеры. Очень хорошо сейчас рассматривать отложенные вопросы. И с начала марта, и до 6 апреля, и в личной, и в деловой жизни отдавайте предпочтение вашим старым знакомым, так как новые знакомые или новое сотрудничество, оно в это время будет неблагоприятным. 6 марта. Уран, планета неожиданностей, переходит в Телец и пробудет здесь ближайшие 7 лет. А это ваш 12 дом. Дом тайн, дом душевного здоровья, дом вашего прошлого. И вот здесь столкнутся противоположные энергии. Уран – это планета свободы, и он сметает все на своем пути. Все ограничения, все запреты. А 12 дом – это дом тайн. Все, что вы не желаете показать миру, это такой замкнутый мир, в который мы мало кого пускаем. Понятно, что уран здесь вскроет все, что таилось глубоко внутри. Поэтому можно ожидать все, что угодно. Дорогие близнецы, и хорошего, и плохого. Здесь будет отмерено полной чашей. Уран – планета неожиданностей, и очень трудно прогнозировать, что же произойдет на самом деле. Вы, например, можете открыть сами в себе какие-то черты, о которых вы даже не подозревали до сих пор. Причем они могут быть у кого-то позитивными, а у кого-то негативными. Могут открыться до сих пор таланты, способности, которые до сих пор спали в вас. С другой стороны, можно, конечно, ожидать, что перед вами могут открыться потайные двери, и многое для вас в вашей жизни прояснится, станет понятным. Или ваши тайные враги так или иначе покажут свое лицо и разоблачат себя. Также вы можете избавляться в течение этих семи лет от прошлых привычек, от привязанностей. Начнете лучше разбираться и в тайнах, и в каких-то деликатных вопросах. Ваша интуиция будет лучше работать. Но 12-й дом – это как бы хранилище опыта, завершенного или незавершенного. И вот здесь уран может поднять события, которые так или иначе затрагивают ваше прошлое и заставят вас вернуться к тому, что недоделано. Это могут быть неоплаченные долги в вашей жизни. Могут появиться люди в вашей жизни из вашего давнего прошлого. Ну, а если вы почувствуете, что вот время, ситуация, все будет выглядеть как повтор в вашей жизни, или вам будет казаться, что вы уже вспоминаете, что с вами когда-то это уже происходило, вы сталкивались с этим, значит, это означает то, что судьба напоминает вам, о том долге, который неоплачен и предлагает вам с ним рассчитаться. Уран же, в свою очередь, подтолкнет многих из вас к исцелению какими-то нетрадиционными способами. И к исцелению не только тела, дорогие близнецы, но и вашего ума. Иногда уран в 12-м доме дает внезапную эмиграцию, поэтому кто-то из вас в этот период может эмигрировать. Но 12-й дом – это еще и дом кармы. Поэтому, дорогие близнецы, помните о том, что если вы в этот период будете нарушать духовный закон, то вас мгновенно будет настигать карма. Но в любом случае, ваша жизнь, скорее всего, поделится на до и после этого положения урана, а ваше прошлое уйдет навсегда. 6 марта также новолуние в знаке Рыб. И это сильная новолуние в соединении с Нептуном, планеты иллюзий и обманов. И вот здесь эта новолуния может вызвать серьезную ошибку. Мы можем ошибаться в расстановке приоритетов. Не гонитесь в эти дни за каким-то легким успехом. Здесь вы можете испытать большое разочарование. Новолуние состоится в вашем Десятом доме. Статуса и карьеры. Десятый дом – это еще и дом публичных событий. И опять-таки новолуние в этом доме, они будут играть всегда важную роль. Десятый дом, он управляет вашей репутацией, дорогие близнецы, вашим положением в обществе. И, конечно же, покажет. Эта новолуния покажет вам, как к вам относится общество, как вы правите людьми, как вы выступаете на публике. И акцентирует ваше внимание прежде всего на профессиональных проблемах. Здесь могут, например, всплыть отношения с вашим начальством или с вашими родителями. Ну и все-таки многие из вас по этому новолунию будут озабочены своей репутацией, своим авторитетом. Вот здесь будет что-то происходить в вашей жизни. Кто-то, допустим, будет заниматься сейчас развитием собственного бизнеса или карьеры. Ну а кто-то из вас, дорогие близнецы, поэтому новолунию может сменить направление своей деятельности, а кто-то получит другую должность. И вот вам предстоят должностные перемещения. Также новолуния в Десятом Доме всегда символизирует начало чего-то нового. Здесь могут произойти какие-то судьбоносные события в вашей жизни, которые касаются ваших родителей или вашего статуса, вашего положения в обществе. В такое время, возможно, что у кого-то из вас вы получите нового начальника на вашей работе. Или у вас может появиться какой-то новый авторитет. Кого-то из вас могут избрать в правление какой-либо организации по этому новолунию или также по этому новолунию в Десятом Доме о ком-то могут написать в газетах. Ну а кто-то из вас просто может изменить по этому новолунию свой статус, дорогие близнецы, выйти замуж или получить предложение руки и сердца. 21 марта солнце переходит в Знакомном, а это ваш 11 дом, дом надежд, друзей, социальных сетей. И вот вы, дорогие близнецы, будете полны новых идей, планов. Все ваши мысли будут направлены в будущее. И благодаря вот солнцу вам здесь будет легче находить в течение месяца не только единомышленников, которые вас поддержат, но и спонсоров или инвесторов для своих проектов. Кто-то может суметь сейчас найти какое-то высокопоставленное лицо, которое может оказать вам очень серьезную поддержку в продвижении в каких-то государственных структурах. Ну и, конечно же, здесь большую роль в течение месяца будут играть ваши друзья, у которых вы смело можете искать и поддержки, и понимания. Кто-то из близнецов может начать какое-то совместное предприятие, но не забывайте о ретроградном Меркурии. Особенно это касается интернета, так как 11-й дом еще отвечает за интернет. И вот тут, на этом совместном предприятии, вы можете стремиться занять именно лидирующую позицию или просто проталкивать свою идею вперед. А кто-то из вас, дорогие близнецы, в это время погрузится с головой в общественную работу или с головой уйдет в какие-то научные изыски. Это очень хорошее время для тех, кто мечтал о начале политической карьеры. Вот здесь солнце может высветить вас, показать. Или же для того, чтобы создать какое-то новое общественное движение, объединение, сплотить вокруг себя своих сторонников, своих друзей. Вот это прекрасный период начинается. Также 21 марта полнолуние. Солнце в знаке Овна, Луна в знаке Весы. Эта полнолуния состоится в вашем пятом доме. А пятый дом – это дом детей, дом творчества, дом секса. И полнолуние – это всегда завершение чего-то. При этом полнолунии, дорогие близнецы, кто-то из вас может завершить работу над своими творческими проектами, если таковые у вас были. Если вы художник, вы, возможно, завершите работу над картиной или серией картин. Если вы писатель, то вы можете сейчас закончить писать книгу. Может плодотворно по этому полнолунию завершиться любое ваше личное творческое начинание. А также, возможно, это будет или какое-то дело, или проблема, которая связана была с вашими детьми, особенно вашего старшего ребенка. И вот сейчас эти проблемы, они тоже могут завершиться. Ну, а у кого-то по этому полнолунию может наступить беременность в вашей семье или рождение ребенка. Марс, воинственный Марс до конца марта продолжает движение по знаку телец. А это ваш двенадцатый дом. Дом тайн, дом прошлого, дом дальних путешествий. И это означает, дорогие близнецы, что вам обязательно нужно уделять больше внимания своему и физическому, и духовному развитию в марте. В плане здоровья вам следует опасаться хронической усталости, бессонницы, апатии. Но, конечно, вряд ли эти симптомы говорят о каком-то серьезном заболевании. Но, скорее всего, это будет сказываться ваше нервное перенапряжение последних месяцев. Если позволяет ваш рабочий график в марте, то вам нужно взять небольшой отпуск, чтобы отправиться или куда-то отдохнуть, или, например, поехать в санаторий и заняться своим здоровьем. И вот это поможет вам восстановить не только ваши физические силы, но и душевные. И, конечно же, надо заниматься физическими упражнениями в марте или физическим трудом, чтобы как-то избавляться от агрессивной энергии Марса, которая в противном случае может вылиться в конфликты с вашими любимыми, с вашими близкими людьми. Ну, а теперь важные периоды в марте для всех нас. 1 марта. Уран поражает Венеру. И это всем нам с вами может принести какие-то резкие скачки в нашем настроении. Здесь между влюбленными может пробежать кошка, либо кто-то из партнеров может выкинуть какой-то совсем неожиданный поступок. И знакомства в эти первые дни марта тоже могут вас неприятно удивить. 9 марта. Сложный день. Напряженное влияние планет указывает на аварийно опасные ситуации. Поэтому будьте внимательны на дорогах. Могут быть проблемы с бытовой техникой, электроприборами, вероятность боя в работе средств связи, в компьютерных системах и возможны острые конфликтные ситуации и на работе, и в личных отношениях. Прекрасные два дня 15 и 16 марта. Луна в своей обители в знаке рака. Эти два дня можно исправлять и гармонизировать нарушенные отношения. 21 марта. Не стоит рисковать деньгами. Так же, как в начале месяца. И уже ближе к полнолунию. Когда будут идти негативные аспекты Венеры. И 21 марта само полнолуние. Квадратура Марса и Венеры в сочетании с энергиями лилит. Здесь могут быть какие-то неожиданные острые конфликты в личных отношениях. И эти конфликты, они могут быть спровоцированы. Например, искаженной информацией со стороны или откровенной ложью. Поэтому не верьте слухам и сплетням. Проверяйте все. И лучше проверяйте своим сердцем. Чтобы снизить вероятность конфликтов между партнерами, то стоит хотя бы в период с 19 по 22 марта постараться не провоцировать. Если у вас уже накипело все и будет такое желание, наконец-то высказать вашим партнерам все, что вы о них думаете, все-таки подумайте еще раз и подождите. До 15 марта очень хорошо завершать, решать любые меркурианские вопросы. Дописывать курсовые работы, заканчивать статьи, книги и завершать коммерческие проекты, и возвращаться из дальних путешествий. А уже после 15 марта начинается новый цикл Меркурия с Солнцем. Поэтому с 15 марта и до конца можно продумывать и планировать какие-то совершенно новые вещи, которые вы начнете делать с апреля 2019-го, когда Меркурий уже выйдет из ретроградного движения. Негативные аспекты Юпитера будут неблагоприятны для начала путешествий в даты с 12 по 16 марта. Вот по возможности исключите начало поездок в эти даты. Здесь могут быть различные недоразумения, путаница, неразбериха. В конце месяца, с 24 по 27 марта некоторых могут ожидать приятные денежные сюрпризы. Кому-то могут неожиданно повысить зарплату, но кому-то просто вернут старый долг. 28 марта Меркурий возвращается в прямое движение знаки Рыб. И это напряженный день. Как раз напряженный день в обмене и получении важной информации. Это день обмана. Поэтому в этот день будьте особенно внимательны. Здесь могут задерживаться поступление денег, могут быть разные транспортные проблемы. И вообще будьте готовы к любым неожиданностям. А если у вас есть какие-то важные встречи или контакты, то лучше перенесите их на несколько дней позже. Ну и теперь подведем итоги марта. Что же хорошо делать у марта? Хорошо возвращаться к прошлым делам, к заброшенным проектам, продолжать заниматься делами, которые вы когда-то начали. Очень хорошо. Хорошо усиленно трудиться на своими целями. И также повторно оформлять или подавать какие-то документы. Объединяться для борьбы и решения каких-то серьезных задач. Это прекрасное время. И еще хорошо встречаться с людьми из вашего прошлого. И что не нужно делать марте, так это начинать новые дела, которые имеют отношение к меркурианской тематике. Лучше не отправляться в дальние путешествия, особенно это касается новых мест и направлений. Хорошо отправляться в старые места, где вы уже были когда-то, и вам там понравилось и было хорошо. Не нужно выяснять отношения с вашими партнерами. И также не рассчитывайте на какие-то романтические знакомства с целью создания крепких отношений. Навряд ли это в марте получится. А также не нужно в это время искать новую работу, переходить на новое место службы или на новую должность. Я надеюсь, что вы все прислушаетесь к этим советам, и у вас будет прекрасный месяц. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok